15 миллиардов гривен мимо кассы. Именно столько каждый год теряет Укрзалезница в результате махинации. Об этом сегодня заявили в Министерстве инфраструктуры. Деньги оседают в частных карманах. Кто на самом деле зарабатывает на железных дорогах и не дает предприятию развиваться? Смотрите в материале. Анкеры, клеммы и подрейковые прокладки. Так называются некоторые завчасти для железнодорожных колей. Большинство украинцев даже не догадывается, что на вот этих небольших деталях некоторые зарабатывают большие деньги. Укрзалезница витрачает очень большие деньги на обслуживание. Сколько раз мы говорили, что у нас сейчас прозорие тендеры, что все честно, все справедливо. В тот же самый момент мы видим, что, например, даже ремонт, обычный ремонт, будильник, обычный ремонт какого-то обладнания. Дивляться на цену, цена в четыре раза больше, чем фактически реально это может стоить. На жаль, действительно, несмотря на то, что там керівництво менялось, керівництво Министерства, Укрзалезница, у нас остались, скажем так, хочете их назвать смотрящие, хочете назвать их залезницей олигархи. Фамилии даже этих людей журналисты часто и часто называют, хотя вы понимаете, что в суде никого не было доказано. Но действительно, есть группа бизнесменов, которые близки к владе, как вы сами понимаете, которые на сегодняшний момент чисто случайно, как раз их компания очень часто занимается обслуживанием или наданием послугу к залезницею. Директор предприятия «Механика», изготавляющий такие детали, Виталий Руденко, рассказывает, вытеснять их с рынка начали еще в 2002 году, когда появилась корпорация КРТ, которую связывают с одиозными львовскими олигархами, а сейчас уже и нардепами Ярославом и Богданом Дубневичами. С тех пор практически все тендеры на изготовление завчастей для ремонта путей выигрывают КРТ или связанные с ней фирмы. Хотя стоимость у их конкурентов меньше примерно на 35-40%. К примеру, в 2015-м «Укрзалезница» объявляет очередной тендер с мета 26 миллионов. «Механика» предлагает на 13 меньше, но их в очередной раз игнорируют. «Створюється ситуация, в которой «Укрзалезница» очень любит одного производителя. За сбегом обставин стало так, что властники этого производителя очень близлежны к Верховной Раде, а именно депутатами. Тут неправильно сказать властники, я перепрошу, кинцевые бенефициари. Чому? Бо властники всегда там скритые, их подивиться так реально не можно. Хотя в последнем тендере, до речи, принимает участь КРТ, где властниками есть связанные особи с народными депутатами, а именно их друзьями. И это четко с единого регистра видно. Это не удивительно то, что Ярослав Дубневич в засобе «Мазовой информации» не разово заявлял, что предпринимство КРТ им не подпередковывается, и оно передано в управление каким-то там структурам». Подобная монополия, говорят эксперты, тормозит реформы и вгоняет в минус бюджету Крзализныцы. За первое полугодие предприятие получило почти 5 миллиардов убытков, а за прошлый год более 7. Но в то же время состояние причастных к бизнесу растет. Кстати, осенью прошлого года декларации Дубневича вызвали фурор в СМИ. Помимо сотен домов, квартир и земельных участков, их семьи стали лидерами по хранению налички. О том, что на госмонополии наживаются братья Дубневичи, заявляли и публичные лица. К примеру, министр инфраструктуры Амелян неоднократно выступал с обличением олигархов. Заявлял, по итогам прошлого года, примерная стоимость закупок у компании Дубневичей составляла около миллиарда гривен. Но вот доказать, что братья пилят бюджет, ему не удалось. В Набу сейчас расследуют около 20 дел по факту коррупции в Укрзалезнице. Среди них и касающиеся фирмы КАРТ. Вчера в СМИ появилась информация, что свидетель по этому делу даже попросил защиты у детективов, поскольку боится за свою жизнь. Эту информацию, как и то, на какой стадии сейчас находится расследование и кто является фигурантами, в Набу обещали прокомментировать через несколько дней. Ждем ответа. Ирина Вог, Валентин Головко. Подробности. Телеканал Интер.